Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге пророка Езекииля, мы обратимся сейчас к 11 главе. 11 глава, в общем, продолжает большое, такое многокомпонентное видение пророка, описание которого началось в предыдущей 10 главе. Там, в 10 главе, пророк Езекииль видел явление славы Господней над Иерусалимом и описывает это примерно так, в тех же образах, что и в первой главе, другое свое видение. И вот здесь, в 11, обсуждаемой нами сейчас главе, продолжаются видения Езекииля. Вот он говорит вначале, «Поднял меня дух, привел к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к Востоку». Стало быть, вот он в видении видит восточные ворота Иерусалимского храма. И увидел он там некоторое количество людей, среди которых он двух даже называет по имени. И пророк пишет о том, что Господь указывает ему на этих людей и говорит, что вот, сын человеческий, посмотри, эти люди дают худой совет, у них на уме беззаконие. И, соответственно, в чем именно заключается худой совет, это написано в третьем стихе, где сказано, что вот они говорят, «Еще не близко будем строить дома, он котел, а мы мясо». Не самое ясное, прямо скажем, высказывание, потому что с самого начала стиха, конечно, понятно, что вот эти вельможи иерусалимские говорят о том, что, ну, ничего, все будет хорошо, прогноз благоприятный, Иерусалим там устоит, и не будет особенных бедствий в нем. Ну, вот потому что стены Иерусалима защищают нас, так как от огня защищается мясо, готовящееся в котле, как металлические стенки котла защищают это мясо от выгорания. По крайней мере, так принято понимать эти слова, хотя, вероятно, до последней точности, что означала эта поговорка в те времена в Иерусалиме, мы до конца, наверное, с уверенностью и не узнаем. Но, вероятно, действительно, вот речь идет о людях, которые говорят, что в Иерусалиме тут крепкие стены, вообще дома и стены помогают, поэтому ничего страшного, что там вавилоняне, не вавилоняне, давайте будем строить дома и вообще всячески устраиваться, всячески устраиваться в жизни. Еще не скоро, когда-нибудь там будет, наверное, что-нибудь опасное, но еще не скоро. И вот это вот еще не скоро, вот эта надежда на то, что стены Иерусалима сами по себе защищают людей, вот она в глазах Божьих оказывается беззаконием, и это худой совет. И на это Господь говорит, так скажи им, что это вы такое говорите? «Я знаю, что приходит вам на ум», говорит Господь. И вот посмотрите, как много погибших вы улицы Иерусалима наполнили трупами, и вот, говорит Господь, убитые ваши, не вы, а убитые ваши, это мясо, которое наполняет Иерусалим, как котел, вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь. Посмотрите, получается, что вот по этой первой части одиннадцатой главы, используя тот образ, который предлагается этой поговоркой, Иерусалимлян, Господь говорит о том, что по-настоящему значимы не вот эти вот безумные речи оптимистов, а кровь пролитая на улицах Иерусалима, люди, которые в нем погибли, вот на них, на это обращает внимание Бог и говорит, соответственно, этим самым жителям Иерусалима, что вот чего вы боялись, оттого вы и падете, и узнаете, что я Господь, потому что будет именно так, как я притрекаю вам. И пророк, по-видимому, в продолжении видения видит, как во время его пророчества один из этих людей, названных по имени, некто Фалтия, сын Ванеев, князь народа, падает замертво. И Господь показывает это Езекиилю, и оказывается, что для Езекииля тоже вот гибель людей, гибель Иерусалимлян важная вещь, от которой невозможно абстрагироваться. И поэтому пророк говорит, в этот момент восклицает, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля? Кто вообще останется в народе Божьем, если вот так погибают, замертво падают люди, которые ничего, кроме своего беззаконие, помрачение ума не в состоянии понять? Здесь еще без ответа останется этот вопрос, до некоторой степени без ответа, вопрос о том, хочет ли Господь до конца истребить остаток Израиля. Хотя, в общем, интуитивно понятно, что нет, конечно, не хочет, но ни в одно слово уложится этот ответ, на самом деле несколько последующих глав будут говорить о тех или иных аспектах того, что означает спасение Божье. С 14 стиха начинается чрезвычайно важная история, потому что здесь произносятся прямо вот золотые, драгоценные, ужасно важные слова, которые, конечно, необходимо обдумывать и прекрасно знать наизусть, я бы даже сказал. Вот смотрите, там история вот какая. При захвате Иерусалима в 596 году некоторая часть там священники, аристократия, ученые, может быть, небольшое количество выживших военных были увидены в Вавилон. В городе установлено, как это называется, марионеточное правительство, оккупационные власти, там что-то такое. И фактически, конечно, верховная власть принадлежала Вавилонскому царю, но на словах там существовал какой-то там наместник. вот 586 году до Рождества Христова там наместник был свергнут, сделался бунт, город был разрушен полностью, и его население главным образом уведено в Вавилонский плен и до некоторой степени рассеялось в пустыне. Так вот, примерно около 592-591 года, когда происходит это введение, ситуация складывалась таким образом, что оставшиеся в Иерусалиме, знаете, как дети, оставшиеся в детском саду без воспитателя, делают вид, что они и есть то, что можно назвать совестью нации, культурой Израиля, как угодно, корнем Израиля. На самом деле, конечно, цвет нации, он уже там, в Вавилоне, в плену. То, что осталось в Иерусалиме, то, что было оставлено, это публика, которая, в общем, ничего собой не представляет ни в культурном, ни в политическом, ни в религиозном, ни в каком смысле. В общем, безликая масса. Но когда, понимаете, когда философский пароход уплыл, то, что осталось, это серая пена, которая только в отсутствии этих людей может казаться, казаться цветом нации, но не быть им. Так и здесь. Так и здесь. И вот эти оставшиеся в Иерусалиме люди, которые волею случая собственно здесь оставлены именно из-за своей серости и никчемности, отказывают угнанным, отказывают переселенцам в праве участвовать в почитании Бога в Иерусалимском храме. И они говорят угнанным Вавилону, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. Еще раз повторю, они сами ничего не могут, они сами ни на что не годны, кроме как возвеличивать себя, реального величия там нет, только напускное. Реально лучшие умы сердца нации угнаны, а не там, в эмиграции, в плену, где-то. Но эти оставшиеся говорят, ну, храм остался у нас, поэтому вы там как хотите, а мы тут будем почитать нашего Бога, а вы не будете. Скорее всего, там пытались организовать, может быть, жертвоприношения от лица угнанных через каких-то представителей или какие-то средства они пытались передать в Иерусалим, чтобы потратить на эти жертвоприношения или может быть весьма вероятно, что священники, старшие священники, угнанные тоже в плен, могли давать некие советы, ну, или указания о том, как должно быть правильным образом организовано почитание Бога в Иерусалимском храме. Мы тут без вас разберемся. Таким образом, вот это сборище ничтожеств, оставшееся в Иерусалиме, отторгло от Бога тех, кого сам Бог отторгать совершенно не собирался, тех, кто оказались в Вавилонском пленении. Еще заметим, что для той эпохи все-таки в большинстве случаев каждого конкретного Бога почитают в каждой конкретной земле, к которой он принадлежит, или которая ему принадлежит. Очень нередко Боги определенных народов могут почитаться только в землях этих народов. Поэтому если, как в Вавилоне производится депортация, то оказывается, что Боги там, народ здесь, люди какие-то, и они никаким образом не совмещаются. Невозможно взять, я не знаю, известный пример, большие споры по поводу того, можно ли построить храм египетским богам в Библосе, в Библосе, за пределами Египта. И многие говорили, нет, это невозможно, так не может быть. Значит, большой вопрос, можно ли почитать Бога Израилева за пределами Иерусалима? И скорее нет, чем да. Что это значит, как его почитать? В принципе, Господь Бог наш, конечно же, говорит о себе моя вся земля, и это, кстати, вовсе не претензия на владение территориями, а это свидетельство Бога о том, что действительно почитание его, послушание ему, слушание его заповедей актуально и возможно по всей земле. Но вот здесь, в этой самой 11 главе Господь говорит Иезекиилю, вот смотри, скажи, сын человеческий, твоим братьям, которые отвергнуты Иерусалимлянами, которым запретили почитать меня, говорит Господь, потому, что они рассеяны по землям, уведены в плен. Господь говорит совершенно потрясающие слова. Он говорит, скажи им, я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Это 16 стих. Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. С одной стороны, интуитивно, в общем, понятно, о чем говорит Господь, о том, что ничего не надо в этих землях для почитания Бога. Святилищем будет Он Сам. Не нужен ни жертвенник, ни храм, ни Иерусалим, ничего этого не нужно. Если бы они были, ну, хорошо, было бы неплохо. Но, поскольку их там нет, в Вавилонии, Бог говорит, я Сам буду для них некоторым святилищем. В сущности, об этом говорит Господь Иисус в 4 главе Евангелия Теана в беседе с Самарянкой. Когда Он в Самарянке говорит, наступает время, когда не на сей горе и не на той горе будут поклоняться Отцу, а поклоняющиеся будут поклоняться Отцу в духе и истине. Вот в духе и истине не привязано к месту, ни к чему не привязано. Вот Бог, вот человек, и между ними возможен диалог, вне зависимости ни от чего. Вообще ни от чего вне зависимости. Я Сам буду для них некоторым святилищем. Даже в абсолютной пустыне, где ничего нет, но есть Бог и я буду для них некоторым святилищем. И таким образом собственный вопрос об остатке заключается таким образом в том, а хотят ли люди войти в этот остаток, для этого ничего не надо, потому что есть Бог и Он Сам будет для нас некоторым святилищем. На самом деле, конечно, начиная с этих слов Господа Езекиилю, что-то такое радикально важное осмысливается в наших отношениях с Богом. И все почитание Бога, существующее с того времени, еще раз повторю, 591 год дружищество Христово. И до сего дня культ почитания Бога, оно опирается не на какие-то условия внешние, местность, здания, сооружения, организация там, как это называется, священное, культовое сообщество, ни на чем на этом. Нет, почитание Бога основывается только на том, что Христос воскрес, и Он везде и всегда с нами, и, как Бог говорит, я сам буду для них некоторым святилищем. Очень важные слова. Теперь на этом не останавливается Слово Божье, и дальше Господь говорит о том, что Он возвратит в землю Израилеву, возвратит в землю Израилеву изгнанников, придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и мерзости ее. Дальше в течение книги Изекииля на самом деле будет видна вот эта мысль о том, что изгнание, лишение всего, отрыв от почвы, где только Бог некоторое святилище. Вот это изгнание дало возможность и от мерзости и гнусности освободиться. Получается, в парадоксальной ситуации, с одной стороны, поражение, катастрофическое поражение, гибель страны, но для людей это возможность некоторого возрождения нравственного. Понимаете? И вот Господь здесь говорит о том, что они придут туда, в землю Израилеву, и извергнут из нее все гнусности ее, мерзости ее. И тогда, говорит Бог, дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. Еще пока не совсем ясно, о чем идет речь, но вот образ, идея, по-видимому, может быть, впервые в видениях Изекиля с такой четкостью появляются. Господь говорит, возьму из плоти сердце каменное и вложу сердце плотяное, дух новый вложу в них. Это, собственно, синонимичные параллельные фразы, построенные по нормативам библейской поэтики, поэтому дам им сердце единое, дух новый вложу в них, и дам им сердце плотяное вместо каменного, это об одном и том же. Поэтому на самом деле, ну, если называть вещи своими именами, то так как принято обычно там про дух новый, и толковать это, скорее всего, бессмысленно. Да, никаких таких вот расплывчатых белесых привидений, мерцающих в воздухе, здесь совершенно не имеется в виду. Здесь речь идет о том, что дам им сердце плотяное вместо каменного. Выражение про каменное сердце тогда означало ровно то, что сейчас в том языке, ровно то, что в нашем. каменное сердце это сердце, которое не способно к состраданию, которое не способно к эмпатии, которое не способно ни пожалеть, ни о чем, и никого, ни устыдиться. И это сердце не такое, как у Бога. Потому, что Бог сам говорит, повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе у пророка Оси. А наоборот, сердце плотяное, живое, это сердце, которое способно сострадать, жалеть, принимать в себя других людей, открываться Богу и людям. И Господь говорит, дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим. И тогда будут моим народом, а я буду их Богом. Они будут моим народом, я буду их Богом. Таким образом, Иезекиилю Господь открывает, что вот каков его замысел, замысел о народе Божьем. Изгнанники останутся перед глазами Божьими, он сам будет для них некоторым святилищем. Там они смогут освободиться от мерзости и гнусностей Иерусалима. И Бог изменит их сердца, изменит их сердца, сделает их из каменных способными к состраданию. И вот это и будет означать соблюдать заповеди Господни и ходить по уставам его. ничто иное, а именно сердце сострадательное. И собственно об остатке Израиля, судьба которого так пугала, Езекиэля, этим все сказано. И в заключении этой главы Господь, вернее, слава Господня покидает Иерусалима. Иерусалима поднялась из среды города, Иезекиэль видит, как остановилась она над Елеонской горой, и слава Господня отходит, покидает, уходит из Иерусалима, что, конечно, шокирующий факт для каждого иудея. А Изекиэля, ангел Божий или рука Господня возвращает обратно в Вавилонию. Иерусалима.